5 секунд remaining Даззл! У меня есть подозрения. Вряд ли ее будет забирать Муши, к примеру, или тот же Кесик. Скорее всего, такого не произойдет. Нага, я думаю, все-таки Саппорт. Гирокоптер Даззл от команды Virtus.pro не дали забрать году на мидлайн Сайленсера. Сразу же справились игроки команды Фнатик с этой задачей. Год остается у нас без Сайленсера, но значит будет фармить кем-то еще там. Вариантов не так уж и мало. На самом деле Virtus.pro сразу же банят Разора, только хотел сказать, что под Нагу эпично заходил Разор от команды Empire. Очень круто. Гирокоптера, по сути, оставлял просто в нищете и убожестве. Все это через статиклинг бросается на кири-героя команды соперника, а после этого на кири-героя, на гирокоптера в частности, бросается статиклинг. Нага сарен дает сон. 7 секунд 100 SP. И после этого просыпайся и понимаешь, что у тебя ни дамаги, ни вариантов для эскейпа, а рядом с тобой просто перефармленный в хлам тип, которого плюс 224 дамеджа, который просто из тебя все дерьмо выбивает. Это, конечно, все печально смотрится. И гирокоптер Virtus.pro знали это, и Разор отправляется в баню. Ну и Шторм Спирит от команды Virtus.pro четвертым баном. Дарксир от команды Fnatic не дают Фобосу забрать данного героя. У Фобоса, кстати, это топ-герой сыр. Теперь он будет у команды Fnatic, будет отыгрывать на нем, конечно же, Охайо. Оффлейнер команды Fnatic, бывший Team Malaysia, бывший еще кто-то там. Короче говоря, малайзийский коллективчик Дарксира себе отжал. Virtus.pro нуждаются в мид-лейнере, нуждаются в сложной линии и еще одном саппорте. Фнатики забрали себе, в принципе, мид-линию, с одного саппорта забрали сложную. Надо еще один саппорт и керри. Следующий пик от ВП. Шейкер. Для Фобоса вряд ли, я думаю, скорее всего, это кто-то из саппортов. Ну и, скорее всего, это Лил, мне кажется. Потому что Фнг, предположительно, будет играть на Дазле. Лина от команды Fnatic. Ну и ВП, лишь бы не наплужить, они намного сильнее фнатиков по личному скиллу. Они подготовлены лучше, чем команда Fnatic. Лишь бы просто здесь не наплужить данному коллективу. Спиритбрейкер. Спиритбрейкер. В пик команды Virtus.pro, вот он, герой для года. Ну и Лина. Скорее всего, отправится в роли керри. Мне кажется, на легкую линию от команды Fnatic. Shadow Fnk, естественно, пойдет на Мидлейн. Тут как-то, конечно, начудили фнатики немножко. То есть, читается уже, что Лина куда-то отправляется в триплу. Возможно, на сложную, возможно, на легкую линию. По идее, разбираться с этим можно. Сыр, скорее всего, в соло пойдет, я думаю, вниз от команды Fnatic. Virtus.pro, turn to ban. Ну и Templar Assassin году не достанется, а Blood Seeker, например, достанется, если будет желание. Год уже ковырял команду Empire на... в групповой стадии на Blood Seeker, очень больно делал. Я думаю, что и сейчас есть вариант тоже... Blood Seeker взять. Не просто, конечно, будет стоять против SF, но всегда есть какой-либо саппорт, который мог бы рядом быть, например, тот же Dazzle. А Hero Copter мог бы и с Шейкером постоять. Но это просто мои догадки. Конечно, это не суть. Как важно в Race King от команды Fnatic, но они укомплектованы жесткими ребятами, чуть ли не имбовый каждый сам по себе. Но как это в пачке будет все выглядеть, пока непонятно. Пока ничего вообще не могу по этому поводу сказать. Это надо... Что тут более глупого и банального можно сказать, кроме как это надо будет смотреть? Конечно, это надо будет смотреть. Мне еще и комментировать это надо будет. Это точно, это факт. Ну и одна минута у команды Virtus.pro. Кто будет стоять на мидлейне? Все еще думаю, что Blood Seeker до года мог бы зайти на самом деле. Сильно зависимо здесь от спелов. Игроки команды Fnatic все причем. Вообще все. Dragon Knight от ВП. Гот забирает себе Dragon Knight. Это Phobos. Будет на Spirit Breaker. Lil. Будет играть на Shaker. FNG на Dazzle. И Лидан. Будет играть на Гирокоптере. Со стороны команды Fnatic. Naga Siren. Это скорее всего... Это скорее всего Муши. Да, так и есть. Naga Siren это Муши. Кеси комбана Шаттлфиндетарк. Сиретал Хайер. Джуни берет Сибелину и Рейс Кинг. Это, это, это. Я уже и не вспомнил в принципе кто это у малайзийцев. Да, вот так конечно драка будет очень знатная мне кажется. Ну все, разобрали своих героев. Пожелаем удачи командам. Все, команда ВП забрала своих героев. И команда Fnatic, по-моему, кое-что-то придумала. Что-то здесь не очень чисто идет. СССР, скорее всего отправится на мидлейн. Муши будет вниз. Эти Муши уже пробустили. И Муши будет Керри. Как я понимаю, Джуни будет на линии саппорт. Уже до того довело меня все, что непонятно кто на ком и где будет. Рейс Кинг тоже в пике команды Fnatic. И здесь, скорее всего, будет Керри Нага Сайрон. У нее есть Пурман Шилд. Ее пробустили на все необходимое. Она будет фармить. Здесь будет фармить Рейс Кинг. Здесь будет фармить Шадоу Финт. И здесь будет фармить Дарк Сир. Все, кто только может фармить, фармить будут. Ухай отправляется на сложную. Рейс Кинг. То ли лес, то ли что будет для Куху пока непонятно. Танго его пробустили. Кларити есть у него. Стаут Шилд тоже есть, значит, где-то танковать придется. Какая-то странность абсолютно от команды Fnatic. Ну и здесь год на Драгонайте на Мидлейн. 575 голды у него есть. Будет на фастботл копить. Фнг на Дазли, по идее, отходить от него не должен, потому что что-то фнатики задумали. 150к стоит эта задумка. И, конечно, нам надо здесь что-то задумывать. Драгонайт уже с батлом здесь. Как дела у ССФа? Не очень. А как дела у Муши? Тоже не очень. Всех дела не очень. Ну и Дака вместе с Дазлом против Муши на Наге. Нага будет саппортить. Все-таки Кеца Кимба будет фармить здесь на Shadow of India. Муши просто будет постоянно наказывать годы. Через рептай, через сетку. Есть, в принципе, варианты Shadow Rates. Нормально. Впилить СФу. Куху с Фобосом просто рубилово. Джонни, по идее, под ноги Фобосу стан. Спиритбрейкер-то у нас вообще-то без чаши в Даркнесс. Но если вариант добить его, нет. Пока варианта нет такого. Отпускает его Лина. Лоу-хпшный у нас Спиритбрейкер. Фобос остается в живых. Хилинг Селф провязал. Ну и здесь не сильно больно. Точнее, сильно больно ему досталось. Но не смертельно оказалось для команды ВП. И на легкой линии команда ВП. И Лидан фармит. 5 на 0 у него Крипстат. 6 на 1 у Кеси Кимба. Shadow Fendi. Хай на Дарксире. У него уже 5 крипов тоже, в принципе, имеется. Но почти так же, как у Иллидана. Но здесь не сложно фармить, конечно, с двумя Айншелами. Еще бы сложности какие-то были. Конечно, фарм легко дается оффлейнеру команды Фнатик. Как и в любой ситуации. Легко дается фарм Дарксиру. Ему не надо близко подходить. Крипстат отправил. Стой, терпи. Год в это время 4 на 0. У Кеси Кимба 11 на 3 уже. Охренеть просто. Фнатики пока по линиям перефармливают. 6 на 2 у Спиритбрейкера. Здесь Джонни по 0. Диама, Рейс Кинг 5 на 2. Уху, что-то какие-то шутки шутят в это время на Медлыни. Забирают Драгон Найта и... Давайте смотреть, как это было. Сетка, как я понимаю, да? Скорее всего. Сетка по году. Просто попадай спокойненько. Шадоу Рейзом. Муши забирает... ФБ в этом матче. 1-0. ВП начинают проигрывать. Фнатики уже тысячу выиграют по голде и по экспириенсу тоже, по идее, должны выйти вперед. Ну, или дан на гирокоптере. По идее, должен затащить. Но это по идее. Такие идеи обычно мало чем хорошим заканчиваются. Эти идеи в безидейность превращаются зачастую. Охайя пытается поймать. Лил мог бы дать нормальную фиссуру. Стопит Охайя, но немножечко с другой стороны. Закрыл дверь, но с другой стороны. Он пытался. Лил пытался. Год на ДК. 8 на 0. Кесикамба 17 на 7. Здесь Фобос 7 на 2. И Укуху 10 на 2. Перефарм везде, по всем линиям, кроме, конечно же, Иллидана. Гирокоптер хоть как-то здесь еще держится. Охайло ухпшный. Не добегает гирокоптер. Шанс был, но не удалось. Ну и на Медлэйне год. Постоянный теперь будет Абуз Курьера пополнять. Но у него непростая ситуация. Тут Брисфайр очень нужен. Стоять против Кесикамба, который, в принципе, рейнджой атакует. Году просто так милишному неудобно. Поэтому, конечно же, здесь надо. Надо, надо какой-то дополнительный буст. Саппорт раз ушел от него, надо хотя бы, я не знаю, боттл постоянно юзать. Пополнять хп, пополнять ману. Иначе у Года просто беда будет. Здесь 14 на 2 у него, у СФ 26 на 11 уже. И для этого напрягов каких-то у Шадоу Финда в принципе и нет. Ну, где-то там тоже боттл юзать. Но практически всегда фуловый. В хорошем настроении. Все у него в порядке. Руна разобрали. Фобос четвертый, почти пятый. У Рейскинга четвертый с половиной левел. Лина 2 на 1 у Джонни. Третий левел у нее. Лил Хороводы вводит скрипами. Как там Уэллидан в это время? Уэллидана 29 на 14. Топ на творчественной карте. Ну, немножко проигрывает ему Шадоу Финд. Это до поры до времени. По идее, здесь Шадоу Финд перефарм будет иметь над Гирокоптером. Как дело дойдет до мидгейма. Пока что Иллидана не трогают. Ушел вообще Охайо. И Охайо фармит крипов в лесу. Охайо оставил линию свободной. То есть, понимаете, да? На фрифарме находится Иллидан. Еще и при наличии рядом саппорта. То есть, спокойно себя чувствует. А здесь СФ, который стоит против Драгонайта. И надо что-то мансить, выманшивать, пробовать. Где-то между кустами. В частности, гуляния от Кеси Комба. И тем не менее, Шадоу Финд тут копейки просто Иллидану проигрывает. У меня вопросы к Иллидану. Вопросы. Дарк Сиро Тохайо. Забрал пачку внизу. Пока перемещается на топ лейн. Четвертого левела СР уже. Есть у него Солринг. По идее, можно заспамить тут до смерти. Иллидан 40 на 21. 33 у Шадоу Финда. НГ выходит. Лил выходит. Здесь есть Нага. Фиссура, в принципе, может и пройти. Задули в Кесика. Лил ждет. Даззл тоже ждет. Ну и здесь очень уже нехорошо Иллидану от двух Айншеллов. Это неудивительно. И куда делся Лил? Так, в это время Фобос убегает с ботом-лайна на Чаржер Даркнесс. Перемещается на центральную линию. И бежать отсюда как можно быстрее. Похилиться Спирит Брейкеру никто не даст. Поэтому просто надо дойти на фонтан. Потом Черчер в Даркнесс куда-то идти. Уже Лил пытается поймать Ухай. Ухай уходит в кусты. ФНГ вместе с Годом перемещаются на линию. И должны, по идее, спушивать Тавар. Крипы идут. В общем-то, все. Варианты быстренько крипов разобрать имеется. Есть здесь. Рокет бараш, есть Флэк Кэна, Нот или Данна. По идее, должны с Таваром быстро справиться. И к этой командой Виртуз Про. Ну и переагритесь на крипов, друзья. Года просто пили. Драгонайт забирает в итоге Тавар. И по голде команда ВП чуть-чуть начинает отыгрываться. По экспириенсу Фнатики в плюсе. Ну и по голде Фнатики пока на 1000 в плюсе до обновления графика. Муши. Готов зайти и просто забрать Тавар. Как-то слишком нагло было бы это от Муши. Ну и гирокоптер от Эллидана уже есть в фейсбуце. Появляются, в общем-то, Транквилы. Ринг оф Аквилы, точнее, у Эллидана готова. Летит в курьере 570 сверху. БКБ или не БКБ, а Сенжин Яша, скорее всего, по классике будет собираться Эллидан. Тут реально классическое противостояние. Ожидает его. Надо достаточно ХП, чтобы не сливаться от Критов Рейскинга, в частности. Надо нормально ХП, чтобы не отлетать от ульты СФ, от того же Лина, естественно, ее прокаст переживать. Либо БКБ первым артефактом, либо через Сашу идти надо. Или Дану, я думаю, он это прекрасно понимает. Но у него уже есть Белтов Стрэндж, значит, будет Сенжин покупать. Ох, Хайо. Портит жизнь Лилу. Лил тут от воды мутил, собирался, пытался что-то придумать, нифига не получилось. Все пропало. Ну, кое-как Лил здесь выкрутился. Ситуация у Гирокоптера уже 660 голды на руках. Фнатики в плюсе по золоту более полутора, по Экспириенсу 250. Должен вы фармливать Эллидан левел, это 100%, без левела Эллидан просто не очень. Это прекрасно понятно. Смок от команды ВП, в пятером во вражеский лес ныряет. Команда Виртус Про, куда-то ушел Кесик, об этом понимают. Куда-то ушла Нага, тоже понятно. Курьер здесь летает. Не получится забрать одного, заберут второго. На иллюзию напали, Нага отсюда по-быстрому убегать. Муши должны ловить. Кулдаун под ноги или хоть как-то его застопить надо. Разгон пошел в Мушу от Фобоса, Фобос отменяет разгон. Переместились на Куфу. Год, по идее, Куфу спиливает соло. Стан пошел по Куфу. Ну и сразу же под сейф от Джонни. Ну и Куфу уже уходит отсюда, отпускает его. Год спокойненько, приспокойненько. Побежал Charge of Darkness на Рейскинга. Опять отменяет все Фобос. Крипы подошли, можно попробовать тавер слить. Оба отсюда герои уходят. Выдворили их отсюда, значит надо сливать вышку. Десятая минута, команда ВП начинает бить второй тавер для себя. Можно даже на Т2 попробовать пойти. Почему бы и нет? Тут пока будет тупить команда Фнатик. Если Кумбаструм с руки сильно не развалит, ухай вообще с руки ничего не делает. Надо идти дальше на Т2. ВП этим и занимается. ВП идут на Т2 и будут провоцировать стяжку игроков команды Фнатик. На ДФ тавера. Да, здесь Т1 забрали. На Т2, конечно, Фнатики не пойдут. Там невозможно это сделать. А здесь есть Иллидан у года еще до сих пор. Драконформ. Проюзанный. Ну и стянули сюда муши. Фобос опять понесся. Побежал Фобос на... На куда? Фобос, что с тобой? На центре остановился Фобос. Пассивная дота. 11 минут, 1 фраг. Всего лишь Фнатики выигрывают 2500 по голде. 1300 по экспириенсу. Ну, ближе к утру. Скучновато решили ребята поиграть. Да и ты их дело, в принципе. Они решают каждая команда в шаге от вылета. И каждая команда в шаге от того, чтобы заработать 200к долларов. Вместо 50 обещанных каждому участнику турнира. 50 уже заработали Ньюби. Заработали Нави. Так, Охай ловит Фессуру. Фобос в него. Ну и Охай здесь заберут. Стенку поставил Охай. Не совсем понятно зачем. Между прочим, так вдруг понадобится. Ну и все, развалились все иллюзии. Первый фраг для Тим ВП. 120 золота. 640 экспириенс. Хорошо, хорошо. Фнатики 2.5 по золоту. Ну и 2 по экспириенсу. Малозийцы в это время по нижнему лайну двигаются. Здесь по идее Тавр забирают. Никто его засейвить не сможет из ВП. Ну, хотя бы второй будут сейвить. Прыгает сюда Лил. Попытался заденать Тавр. Или хрен его знает, зачем он сюда пришел. Ну, зачем-то же пришел. Чем-то занимается по подъезду. Не шарахается. И то неплохо. Ну и Куху у нас сейчас в Ринкарнэйшн уходит. Не знаю, есть ли вариант вообще его забрать. Должны, по идее, Фобос. Не успевает Незерстрайк провязать. Просто Мушу вводит отсюда Куху. Мушу летает. Куху тоже делает Тепаут. Забрали просто Лила. Забрали Тавр игроки команды Фнатик. И ушли. 13 минут. Фнатики 3К по золоту. И по экспириенсу где-то 2 тоже для команды Фнатик. ВП есть Гирокоптер в лейту. Но здесь есть Рейс Кинг. Он тоже меня, знаете ли, немножко озадачить может. У него есть уже Армлет. По фарму все хорошо. У Рейс Кинга давайте смотреть. Третий натворст на карте. Не сильно отстает от Элидана. И Цикамба тоже топовый по фарму. Очень приятная ситуация для ВП. Так, пошел кулдаун. У Гирокоптера начинает настреливать по Цикамба. Его здесь разваливают. Эхо-снэм пошел от Шейкера. Лоу-ХПшный Даззл. ФНГ выживает. Куху должны убивать. У него нет Ринкарнэшн. Но Элидан лоу-ХПшный. Как файтится, пока непонятно. Мушу на лоу-ХП. А Мушу уходит Крохи. И там ему отдастся. Простите за тривиальную жуть, которую сказал Фобос. На Мушу. Муша развалился. Пока что размен 3 в 1. Очень даже полезно. Если Куху убить, будет просто великолепно. Куху лоу-ХП опять юзает Мордиган. И нифига ты с ним не сделаешь. 4-3 становится счет. ВП в любом случае здесь по голде подняли очень даже много. То, что в Рейс Кингане убили, это, конечно, огорчение. Но, с другой стороны, посмотрите, что случилось. Полторы тысячи, даже 1600 по золоту ВП. И по Экспириенсу почти 2 ВП. Милетант под ДД пошел издеваться над Рошаном. У Литана нет даже... Как это называется? Доминатор, конечно. Нет, домикова Литана, поэтому тут просто отсиливаться баклами приходится еще какой-то ерундой. Ну и стараются Рошана разобрать, может и получится. Бежит сюда на всякий случай Спирит Брейнер. Вновь Роху. Давайте Фенатику все вместе, а Роху теперь будет топать. И будет всем больно. Забирает Аегу в итоге Иллидан. Опять ловит Кессик МБО. Фобос возвращает его назад под кулдауном здесь Кессик МБО. И, кстати, сейчас СФ развалится. Или нет? Разваливается пока только Фобос. За Куфу погонял. Куфу нет Ринкарнэйшн. Куфу в таверну. СФ тоже в таверну. Иллидан дальше не побежал. Ну и год. Вот как ему не хватает, конечно, Даггера году. 2 в 2 в итоге размен. 707 голды ВП против 326 от команды Фнатик. И 1800 Виртуз Про против 1288 от команды Фнатик. В любом случае ВП остались в плюсе. Плюс у них Аега сохранилась на гирокоптере. Никуда Иллидан ее не делает. Ну и у Иллидана Копейки должны остаться до появления Сэнджин Яши. У него уже есть Сэнджин Яши. В принципе, что здесь? 150 монет и Яша будет готов. А вместе с ним и Саша Яша на гирокоптере. Достаточно ранний тут сколько? Минут 16 понадобилось. Аквилов и Зэй, то есть вспомогательные артефакты тоже есть у Иллидана. Фнатики по золоту 3000 теряют. Динамика строго вниз в пользу команды Виртуз Про. У Икспе та же история. Ну, у Дазла есть уже все необходимое на медальонах НГ. В принципе, не так уж сильно и Фидел. Обгоняет Лину даже по фарму. Это удивительно. Но факт Джонни последний муж и предпоследний. У него есть Аркан Буцис, Бурман Шилд. Ну и такое, копеечные артефакты. Шейкер. От Лила. Уже с Аркан Буцами. Суллинг есть. 470, наверное. Да, 470 голды у Лила. Фобос. Треск у него есть. Есть базилка. Непонятно, то ли это будет Мека, но скорее всего не Мека, а... Будет появляться у Спирит Брейкера Владмир. Есть у меня такое подозрение. Охайо на Дарк Сири с Меккой уже есть Аркан Буцы. И Суллинг, ну и копейки сверху для него. Дальше у нас идет Гот на Драгонайте. У него, конечно, не очень ситуация. 4-й от вас на карте. Проигрывает Куху, проигрывает СФу. Надо выходить в топы. Пока что у него попытка выйти в... Попытка выйти в Блэкинг Барр. Куху. После Мортигана 2 сейчас 100 есть. Тут тоже Даггер Маст Хэв и Шадоу Финт. После Яши приобретает Белт Ов Стрэндж. Ну, Кеси Кэмба попозже появляется. Сэнжин Яши, чем у Гирокоптера. 2-0-3 или Дан. 110 крипов. А здесь... 0-2-4 и 126 крипов. СФ послабее будет. По фарму. Гирокоптера уже деньги сверху есть после приобретения Сэнжин Яши. По идее, команда ВП должна давить. По Галде здесь пока все в их пользу. Хоть и на чуть-чуть, но тем не менее. Еще что-то по экспириенсу. ВП отпускать не должны. Хобас побежал на Джонни. Самый дальний фраг выбрал. Джонни 8-го левела. Лагуна Блэйд у него есть. Не успевает нифига сделать. Стяжко пошла от Охайо. Охайо развалили. Это минус 3 уже от ВП. Они потеряли двоих. Сбивают Эгу. Здесь у Гирокоптера. Кесик Мбалу хпшный. Куху начинает пилить Бобоса. Станет Куху. Куху в таверну. Никаких реинкарнейшн. Просто отправляйся в таверну. У тебя нет маны. Такой же тупой рейстинг сам по себе. В вопросах интеллекта. Маны просто постоянно, ни на что не хватает. И вы видите. Пытался, пытался, пытался Куху это сделать. Но он настолько глупый герой сам по себе, что один стан ты даешь и маны у тебя ни на что не имеется. Я не знаю, есть ли 300 в принципе сейчас у рейстинга. 140 плюс 160. Не, 300 есть у рейстинга. 500 даже интеллект. Монопул у рейстинга. В принципе, с ПТ переключенным на интеллект там все 570, 580. Так что я, наверное, незаслуженно обидел. Рейстинга просто не редкая ситуация, когда у ВК не хватает элементарно на самый важный спелл маны. Даже профессиональные игроки, которые знают, что там один раз провязать и все, и ждать. Не юзать два раза. Здесь два раза юзаешь ты в печали. Так, ну и герокоптера уже есть. Огреклаб есть у него с Энджин Яша. В ФНГ с медальоном пока больше ничего. У Года появляется Митрилхаммер. Есть Огреклаб. Но недалеко осталось Года. В принципе, сейчас уже у Года будет готов Блэкинг Бар. Лил пока без даггера. 1600. И давайте по команде ФНАТИК пробежимся. Нагазарин. 700 голды есть. После Пурменшилда у Шадов Инда здесь. Полторы тысячи после Сэнджин Яши. В Рейс Кинг полторы тысячи после Армлета. Какой-то клуб полутора тысяч. Лина в него не вписывается. У нее тапок 650 сверху. И Дарксир после Мекки полтора Ка. Вот кто. Три из трех. ВК полторы. Здесь полторы. Здесь полторы. Ну а здесь такое. Фобос. Ничего не снял делать. Стан моментально поймал. Распилили Фобоса пополам. Фобос здесь просто отдался. Надо было бежать куда-нибудь сюда. Хотя и туда б не отпустили. Но может быть успел пока летит Стан от Рейс Кинга спуститься с хайграунда. Вот где-то здесь. И остановиться внизу. А там уже и товарищи для дипа могли бы. Да и пока ФНАТИКи обошли бы. Вариант был. Выйти из Стана. В любом случае ФНАТИКи начинают пушить Т2 от ВП по миду. Ну и пушит команда ФНАТИК. Скорее всего Т2 забирают. Глиф провязали ВП. И отгоняют Тим ФНАТИК. Что хорошо ВП получается, так это динайд свои товара. Глиф провязали. Добили катапульту. Добили собственный товар. Хорошо, прям так совсем хорошо. За Кеси Кэмбо у нас Фобос. Назерстрайк у него есть. Возвращают его назад. По идее должны сваливать здесь СФ. Кохолу хпшный. Где пользы на атаку от ФНГ я не вижу. А нет никакого на 9 левеле пользы на тач от ФНГ. Поэтому уходит абсолютно свободно Кеси Кэмбо. Убежал ножками потом. Ушел, улетел на ТП. Ну элементарно все это случилось. Лину правда развалили здесь. Игроки команды ВП там денег немножко подняли за нее. Но я даже не видел сколько. Ну и ВП не знаю пушить или просто постоять. Т2 в принципе просится, чтобы его убили. Драгонайт уже Драгонформ провязал второго левела. Надо идти и давить. Что же еще думать? Железный мать его дракон. Худшее изобретение Валва наверное в этом матче. Я как не смотрю, у меня просто рвотные позывы. Кто это выдумал? Железный дракон. То есть мифическое животное, наделенное бесконечной силой, огромнейшей силой. Которую во всех легендах всех стран мира восхваляли. Оно вдруг почему-то стало круче, когда его из железа слепили. Железо, вы понимаете? Еще раз говорю, Айрон Драгон. Железный механический или какой-то наверное механический. Потому что там очень странная челюсть. Офигеть просто. У меня есть пистолет из палки. Палка очень опасная, поэтому я тебя пистолетом из палки застрелю. Ну как это возможно вообще? Жестяк, просто жестяк. Ртуть опасна для здоровья. Давайте из ртути пули делать. Чтобы они просто ляпались об человека и наносили ему вред. Так и здесь. Ну это просто, ну это жесть какая-то. Ну как это так-то? Железный дракон. Это же звучит, как я не знаю как. Надо это просто взять как местоимение. Все время произносить. Железный дракон. Как же они играют? Китайский коллектив. Я уже практиковал такую историю. Ну под смоконком надо Фнатик. Так, бред пошел у нас на команду ВП. Роха отваливается. Гирокоптер забирает Айего. Стяжка пошла. Эхоснем от Шейкера. Лоу хпшные все. Шейкер в таверну. В таверну также Лина. Ухая пытается здесь запилить Фобос. Сейчас же Даркнесс через 2 секунды. По идее, Ухая не должна отпускать. Ухая убивает. Это 3 в 1 пока что размен. Железный дракон улетает от года. Железный дракон улетает от года. Мать его, так. Железный, ребята. Из железа. Стреляет огнем. Радиент's middle tower is under attack. Ох, ё. И выходит на медлейн или Дан на Гирокоптере. И Год на железном драконе ловят Кухо. Все, Год уже стал обычным. В обычном черно-красном сете. Не из железа. Или из железа. Но на этом не акцентировалось внимание. Ну что, Год стопит здесь. Охай, Охай. Должно очень быстро забрать. Волов реплика у него в принципе нет. Лидан пока что с Саегой. У него через 2 секунды будет БКБ. Поэтому можно будет файтиться очень даже смело. Кухо без reincarnation. Кухо не получается забрать. Лил здесь под шалу-грейвом. Под ФНГ. Дальше за ногой Сайрен. На ХГ Гирокоптер. У него есть Black King Bar. Можно и пофайтиться. Ну что Гирокоптер творит-то, а? Как жестко. И Лидан Годлайк все-таки забирает у нас Нагу. Лидан просто отжигает здесь. 6-0. Ой, крутотень. В 18-9. Разменялись 2-3, но в пользу команды Virtus.pro. И Лидан здесь, по идее, всю команду Фнатик будет наказывать. Чуть-чуть очку попозже. Как и писали в чате, через 20 минут начнет отжигать команда ВП. Это было как раз в минуте на 7-8. Ну и вот это случилось. В итоге 7 тысяч по золоту команда ВП и по экспириенсу ВП десятка. 3-800 на руках у Кесика. В принципе, сейчас БКБ можно приобретать. Ой, как Лил приземлился на голову Кесику. Сразу же стан от Года и его здесь разбирают. Лила тоже, да, разбирал здесь в итоге Джонни. Но я думаю, что год сейчас с ним будет очень короткий разговор иметь. Стан пошел по Году. Года единственное, что не хватает, конечно, с Даггера здесь. Я думаю, он об этом понимает. Но не идет в сборку Даггера. Уже приобретает себе Плейт Мэйл. Сейчас практически есть деньги на Хипперстоун. Будет Кераса появляться на Драгонайте. Герокоптер Иглсонг есть. Или Дан не так далек от Баттерфляя. ФНГ пока печальный. А, кстати, уже есть у Года все необходимое. В курьере лежало. Вот так вот Кераса готова угодно. На 28-м минуте Кераса, БКБ, теперь вся команда быстрая, сильная и железная. Герокоптер. В принципе, тут чуть-чуть совсем осталось до... Или да, до приобретения Баттерфляя. На Талисманов Эвэйджин насобирать. Ну а так, в общем-то, все уже имеется. Эээ, Спирит Брейкер. Владмир собрал. Огрык Лап у него есть, тоже в Блэк Кинг Бар собирается. Ну и все-таки БКБ себе Шадоу Финн покупает. После того, за Шквар, который был на нижнем лайне, понял, Сэп, что надо быстренько как-то справляться с проблемой... Проблема иммунитета к магии. Реально проблема случилась. Лил опять в центр. Ох, Лилу Эхо Слем бы сейчас полезен был. Делят команду пополам. Наги есть. Если что, Сонгов Савин Куху очень быстро разбирают. Но это просто реинкарнейшн. Не будут отпускать его отсюда. Не должны, по крайней мере. Засыпает здесь Гот Кухулоу. ХПшный Куху в таверну. Ильдан просто уже отжигает. У него Beyond Godlike. Культа пошла от Кессик МВ. Ильдан. Флэп Кэннон так долго еще ждать его. Надо просто идти руками всех пинать. Фессуров двоих. Муши в таверну. Нет еще, но скоро. Бей руками, Ильдан. Почему нет? Муши, по идее, от Фобоса отваливается. Ну и дальше за Джонни Ильдан. Пока что три вновь. И Джонни тоже в таверну. Фобос даблкил. И у Ильдана, по-моему, тоже даблкил. У него практически готов на данный момент Баттерфляй. Единственный, кто не умирал. Или умирал, но уже выжил. Но уже, точнее, очухался от Охай. Но, по-моему, не умирал он там. 2200 зарабатывает ВП. 4800 по экспириенсу. 10-23 становится счет. Успех Нави им не повторить. Как мне кажется. Радиенс Миддл Тауэр И ВПМ на центральную линию. У Года есть Блэкинг Барр. У него есть Ас-Аут Керас. Нормально по хелс-поинтам. 1800 почти. Радиенс Миддл Тауэр Та3 по Миду развалился. Ильдан в то время пилит Барр. Сразу за Милишный. Ну, взялся Ильдан. Ну, кстати, хелпа нужна от команды ВП. Самому в соло Гирокоптеру не так-то и просто. Ну, кулдаун, если что, у него есть. БКБ у него, если что, тоже есть. Ворваться просто так не получится. Ильдана стопит. Фессура пошла от Лила. Фессура просто королевская от Лила. Всегда вовремя. Ну, и пошел здесь кулдаун от Гирокоптера Флэг Кэна. Но от Ильдана еще 10 секунд его не будет. В БКБ Ильдана. Ильдана, кстати, могут развалить. И он под шалу Грейвом. Выходит у нас прямо через Вол оф Реплика. Ильдан лоу хп. 130 холлс-поинтов. У него ФНГ его выхиливает. Охайя убивает. Он сразу же байбэк Года. Неужели будет в размене? Да, Год здесь умирает. Но Ильдана сохранили. Это очень важно. У Ильдана очень много денег в нем сконцентрировано. 11.0.12. Он бы тут 1800 своим оппонентам подарил, как миленький. Ну и все. У Ильдана есть уже Баттерфляй. По-моему, на байбэк еще остается. Да, остается еще на байбэк для Ильдана. Есть БКБ, есть Баттерфляй. И приобретает себе Доминатор Ильдан. Следующий этап это Сатаник. Скорее всего. Надо комплектоваться в хэп, потому что маловато пока. ФСБЦ у него вместо ПТ, а поэтому Герокоптер на хп вообще здесь ничего кроме БКБ не имеет. Но это 10 всего. Это мало. 1800 хп тоже не очень много для того, кто должен стоять долго и бить не меньше. А что если ВП повторяют судьбу Ньюби на прошлом Инте? А что если нет? Лишь бы ВП по судьбу Ньюби на этом Инте не повторяли, а там уже куда получится зайти. Даггер уже есть у Лила. И причем давненько так. Лил уже наотмачивал на этом даггере. Глимеркейп есть у Шейкера. Есть Аркан Буци. Есть Сол Ринг. Давайте по героям быстренько пробежимся. Спирит Брейкер. БКБ появляется у Фобоса. Есть Владмир. Урнов Шадоуз. Орпу. Вином. Драгон Найт приобретает себе Кристалис. Саут Керас. И БКБ от ДК Геррокоптер. После Баттерфляя 1150. По Дазлу здесь Солар Крест есть. И есть Афу Физер. ДФНГ скорее всего Форстаф еще будет тарить. По данному пику. Ну выталкиваетесь под СФ. Из-под ульты. Из-под всего этого неприятного, что команда Фнатик может вливать. Дарксир приобретает себе Плейт Мэйл. У него полторы тысячи на руках. Блинг Даггер есть. Аркан Буци есть. Мека есть. Если купил Плейт Мэйл, значит в Шиву идти Охаю. Потом уже будут Гвардиан Гриф за от него. Лина Глиммер Кейп. Ставф и Задри. Рейс Кинг есть. Даггер 1500 на руках. Кстати, Кухню очень-то веселенький. Посмотрите на Кухню. Топ 6. Его Фобос обогнал. Его Охаю обогнал. Кесик это понятно. 2200 на руках. После БКБ. Сэнджин Яши, ПТ и Аквилы. И Нага. Последняя меня интересует. У Наги. Медалинов Кураж и Аркан Буци. Тухляк абсолютный. У Муши. Он на последнем месте по фару. Терпит бедненькая Нага. И выигрывают ВП уже более 15 по золоту. И почти 15 по экспириенсу. Хорошо. Начало какое было невзрачное вообще. Проигрывали где-то 3-4. Сейчас 15 и как-то вроде без вариантов совсем. У Фнатики. У них есть вариант конечно. Здесь закамбечить. Здесь Рейс Кинг. Вроде как может. Шадоу Финн тоже очень мощный. Но против Иллидана. Со счетом 11-0-12. Не верю я ребята. Ваши шефов. Вообще я Сэфа не считаю героем Клэйте. Середина игры очень крутая у него. А Клэйте конечно любой мейнкерри его просто-напросто уничтожает. Драгонайт прыгает на Нагу. Разваливают очень быстро Фобоса. Дальше на Кесика Год. Ну и он под Блэкинг Баром. Поэтому Блэкинг Бар заканчивается. И Год сейчас просто отплатывает ульту от Кесика. Год начинает напиливать по всем. Уже минус 2 от команды ВП. Скорее всего Года тоже убьют. Нет Год выживает. Год сырок что ли скушал. Или что там у ДК было. Да, ну сыр был у ДК. Минус 3 от команды ВП. Забирают важных героев. Здесь Рейс Кинг мейнкерри. Здесь Шадофф Винт. И здесь та, кто могла всех остановить. Но у нее Сунгусарин отсутствует. Не очень важно, но достаточно полезно и приятно. На ХГ поднимается Года Иллидан сквозь бэкдор протекшн. Сложно наверное. И СФ пайбэкается. Тут других вариантов-то и нет у команды Фнатик. Если не сегодня, если не сейчас, то в следующем году. Охайо. Отваливается очень быстро. В Годос запилил здесь Джонни. Лагуна Плейд. Лилл старается пушить товара и у него бараки, точнее у него это получается. Рейс Кинга еще 7 секунд нет. Сторона падает. И просто можно отойти, а можно на мидлейн пойти и добить там сторону. Так и происходит. Лилл прыгает уже на центральную линию. Нет Охайо. Нет в принципе Лины. Драться не очень уютно команде ВП. Ой, в команде Фнатик. ВП не так сильно перефармливает, чтобы на Т4 идти. Они идут на Т2 по топлейну. У них все варианты есть закончить эту игру, не уходя на базу. Сатаник прилетает к Геррокоптеру. БКБ есть. Баттерфляй у Иллидана есть. Иллидан просто герой этого матча 14-0-13. Он тут и на ХГ заходил, под Т4 лазил 20 минут назад. И сейчас идет в первых рядах. Геррокоптер тут просто предводитель вообще всей ТМВП. И последний файт от команды Фнатик. Либо будет, либо нет. Если не будет сейчас файта, то ближайший год на интернешналах не поиграет. Команда Фнатик это 100%. Это минимум год. На муши выходит Иллидан. Под ноги все ку-ху. Ку-ху нет reincarnation, ку-ху в таверну, ку-ху нет buybacks. Это ГГ 100%. Стяжка пошла все под стеной. Очень хорошо у Кесика все получается до поры до времени. Иллидан включает Сатаник и просто начинает разваливать соперника. Гот, трипл килл, дабл килл от Иллидана. ГГ, ВП. Ух. Ну тут, конечно, ВП молочаги. Просто молочаги. У вертолета все удалось. Иллидан, по сути, закончил просто великолепно эту игру. Как и начал, как и в серединке держался. И команда Virtus.pro зарабатывает 150 тысяч долларов. Только что, собственно, одной единственной игрой. Они вылетели в лузера, но сейчас... Причем вылетели в лузера, подарив выход венера команде Empire. И теперь они находятся на одной и той же стадии. Они обе находятся на втором раунде сетки лузеров. Первый раунд Virtus.pro прошли. Na'Vi не прошли. Newbie не прошли. Ну и Empire будут играть против MVP Phoenix. А Virtus.pro будет играть против команды... Против команды, которая будет победителем пары IG против MVP HotSix. А VG против клоудов играют. Ой, подождите, что-то я напридумал. Это Virtus.pro выходят вперед, а здесь Call'ы против EG будут играть. И там падает на Virtus.pro победитель... Проигравший, точнее, пары Evil Geniuses против команды Call. Ну что, друзья, уже, конечно, под утро просто с ума сойти можно. 8.42, 9 часов. Я думаю, что давайте мы с вами будем на сегодня прощаться. Один матч IG против команды MVP Phoenix. Я думаю, они мне простят, бедняжки, против MVP HotSix. Ну и всем огромнейшее спасибо. Спасибо, что были со мной на этой трансляции. Не расходитесь далеко. У нас уже завтра, начиная с 20.30, начнется новый день плей-офф. Дальнейшие стадии с большими призовыми, с более важными, качественными играми и командами, которые достойны заработать настоящие деньги на International под номером 5. С вами был Друг, с вами была студия Игрокам ТВ. До вечера, днем, можете смотреть нас на ребродкастах. Пока что я с вами прощаюсь. Меньше играйте в доту, больше читайте книгу, услышимся.